Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный календарь» Сегодня понедельник, 7 августа по новому стилю или 25 июля по старому. И сегодня Святая Церковь вспоминает Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, память Пятого Вселенского Собора 553 года, память святых жен IV-го, начала V-го веков, деканисы Олимпиады и преподобной Евпраксии Девы Тавенской, преподобного Макария Желтоводского, Унжинского подвижника XIV-XV веков, священномучеников начала XX века, Николая Удинцева и Александра Сахарова-Пресвитеров и исповедницы Ираиды Тиховой, почившей в 1967 году. Празднуется Собор Смоленских Святых. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы почтим память священномученика Николая Удинцева. Родился он 4 апреля 1862 года в семье отца Александра Удинцева, священника села Скородумского Ирбитского уезда. Обучался в Пермской духовной семинарии, но по собственному прошению был уволен из нее при переходе в пятый класс. После этого Николай Александрович поступил на должность учителя народных школ в Ирбитском уезде и до 1890 года преподавал сначала в школах нескольких сел, а затем в народном училище села Голубковского. В это время он вступил в брак с дочерью дьякона Антониной Михайловной Ласиной. И в 1890 году у них родился первенец, сын Александр, а еще через два года сын Дмитрий. 15 ноября 1892 года Николай Александрович был рукоположен в Сан-Дьякона и определен для служения в церковь в честь трех святителей Нижнетуринского завода Верхотурского уезда. В 1894 году отец Николай удостоился рукоположения в Сан-Священника и был назначен на служение в Петропавловскую церковь села Петропавловского Верхотурского уезда. Вскоре его перевели в Воскресенскую церковь села Верхнецинского Ирбитского уезда. Приблизительно в это же время отец Николай стал членом Братства Святого Праведного Симеона Верхотурского и Православного Миссионерского общества. Образованное в 1886 году Братство Святого Симеона действовало в двух основных направлениях – просветительском и миссионерском. Прежде всего, противораскольническом. Кроме того, отец Николай состоял членом-сотрудником Императорского Православного Палестинского общества по Екатеринбургскому отделу. После 13 лет служения в селе Верхнецинском отец Николай с семьей был переведен летом 1907 года сначала в село Петропавловское Верхотурского уезда, через месяц в Нижний Сенечихинский завод того же уезда, а сразу вслед за этим он был назначен сверхштатным священником в село Костинское Ирбитского уезда для служения в приписной Михайло-Архангельской церкви деревни Клевакиной. Через несколько месяцев деревня Клевакина отделилась в самостоятельный приход и стала с этого времени селом Клевакинским. В январе 1908 года батюшка был назначен в Михайло-Архангельскую церковь штатным священником. Здесь он прослужил семь лет. В июле 1915 года батюшка был переведен для служения в Вознесенскую церковь села Коптиловского Верхотурского уезда. Прихожан храма здесь вместе с жителями окрестных деревень было около четырех с половиной тысяч человек. В тревожное время начал отец Николай свое служение в Коптиловском. Приближалась революция и гражданская война. Летом 1918 года на Урале происходили трагические события. Бои белогвардейцев с красными, аресты и убийства мирных жителей. Положение большевиков в стране в то время стало критическим. В этих условиях на Пятом Всероссийском съезде Советов в июле 1918 года была принята первая конституция РСФСР, провозглашавшая защиту новой власти обязанностью всех граждан. Специальным постановлением о строительстве Красной Армии съезд закрепил создание вооруженных сил регулярного типа на принципах принудительной мобилизации, введя закон о всеобщей воинской повинности. Однако насильственная мобилизация в части Красной Армии, а также грабеж крестьян, осуществлявшиеся продотрядами, вызвали на всей территории Урала многочисленные крестьянские восстания. Только что вернувшиеся домой после Первой мировой войны мужчины в большинстве своем отказывались вступать в ряды красных. Все эти волнения характеризовались властью как мятежи кулаков контрреволюционеров и подавлялись беспощадно, с особенной жестокостью. Подобная ситуация сложилась и в Верхотурском уезде. В ответ на приказ о мобилизации здесь, по инициативе жителей села Аромашевского, расположенного рядом с селом Коптиловским, были устроены митинги с участием представителей от 15 окрестных властей. На них вынесли следующую резолюцию – в Красную Армию не вступать, большевиков не поддерживать. Аромашевцы отказывались идти воевать в Красную Армию, а когда карательный отряд все же вынудил сельчан повиноваться и вступить в ряды красных, то вскоре по прибытии на фронт близ села Голубковского Ирбитского уезда мобилизованные целой ротой в 180 человек с ружьями и пулеметами перешли на сторону белых, вступив в Народную Армию. Не менее решительно были настроены крестьяне соседней деревни Деевой. Обезоружив отряд красноармейцев в 28 человек с пулеметами и винтовками, крестьяне, вооруженные лишь навозными вилами, железными лопатами и самодельными копьями, вырыв окопы почти целую неделю с часа на час ожидали прихода красных. К счастью, красные больше не приходили в деревню. Жители села Коптиловского также наотрез отказались от вступления в ряды Красной Армии. Оставлять семьи и идти в самую страду воевать за светлое будущее никому не хотелось. Тем не менее, в агитации против мобилизации был заподозрен священник села отец Николай Удинцев. После того, как рядом с Коптиловским появилась первая разведка войск народной армии, положение красных стало особенно напряженным. Чувствуя, что вскоре им придется оставить село, они решили расправиться с отцом Николаем, к которому и раньше относились враждебно. Он принял мученическую смерть у престола Господня. Озверевшие красноармейцы подняли его на штыки прямо в алтаре Вознесенского храма. Случилось это 25 июля по-старому или 7 августа по новому стилю 1918 года. Святый священно-мучениче Николая, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова